Вы только посмотрите, какая огромная глыба льда на меня идёт теперь! Кролики! Ребята, кролики! И смотрите, снова какая-то странная непонятная бойня. Чё-то их много как-то стало, и там тоже бойня, и там бойня, везде бойни! Милейшее создание, возьмите эту кроличью лапку, я даже поклонюсь вам! Хей! Всем очень привет, дорогие ребята! Меня зовут Маус, и добро пожаловать на девятую серию по выживанию с модами! Со мной сегодня червяк, поздоровайся! Ай, красавчик! Да, дорогие ребята, это мой новый питомец, которого я приручил случайно, абсолютно в прошлой серии. А именно, вылупил из яйца. Также в прошлой серии я себе сделал офигенский новый ледяной меч, который я прямо-таки сейчас держу у себя в руке. Господи, червяк, что ты делаешь? Ёлки-палки, капец, с ума сошёл, братишка наш. Ну ладно, ничего страшного, думаю, он делает это... Я не знаю, нафига он это делает, в принципе, это червяк, поэтому я думаю, что ему можно. Алло, братан, что ты там забыл? Скажи, пожалуйста, нифига себе, как он глубоко уже. Ну, наконец-то он перестал рыться. Кстати, ребята, многие мне писали то, что на этом червяке в дальнейшем я смогу кататься, но я не знаю, правда это всё или нет. А также многие написали то, что данный червяк будет охранять территорию мою в радиусе 50 блоков, и он куда-то опять делся. Господи, нифига себе, братан, что с тобой не так? Смотрите, что... Что только что, мать его, произошло, я не понял. Но зато у меня есть яйцо, давайте вылупим опять, да, получается, получилось, лол. Я-то уж подумал то, что потерял его навсегда, но нифига подобного. Е-е-е, червяк живёт. Короче, ладно, маленький мой братанчик, охраняй территорию. Опа-на, левел ап, красава. Короче говоря, чем же я буду заниматься в начале серии? Я хочу по-настоящему испытать данный меч, получается, оледеневший меч из кости дракона. Многие помнят то, что в прошлой серии я его уже испытывал на обычных мобах, но сегодня я его испытаю на огненном драконе. Да-да, дорогие друзья, вы не ослышались. Но перед этим я облутаю данный мега-лут-кейс, а также освобожу место у себя в инвентаре, потому что, ну, вы только посмотрите на это. И попугайчик, алло, чё это ты здесь спрятался, мне интересно узнать. А, ты боишься червяка, что ли, или чё? Да, я его капец боюсь. Да ты маленький бедняжечка. И вы только посмотрите, даже пёс-босс, вернее, бёс-босс, тоже каким-то загадочным образом перебрался оттуда вот до сюда. Это очень странно, братан, что с тобой не так тоже, а? И, по-моему, мой червяк опять сдох, да. Ну, нет, только не это, а где яичко, серьёзно, я больше не вылуплю его себе? Ну, а как же это обидно-то? Короче, дорогие ребята, пофиг, делаем себе сундуки. Раз-два, и, думаю, вот здесь раз-два поставлю. Всё, хорошо. Выкладываем всё это дело, готово, и, в принципе, всё, я свободен, у меня дофига места. Ребяточки, вы не поверите, яички, собираем всё, я ухожу отсюда. Здорово, червячочек, я пошёл, не успел уйти. Всё, здорово, братан, надеюсь, на этот раз ты уже точно не умрёшь. Пожалуйста, просто-напросто живи и не ходи в воду, я тебя прошу. Опа, опять-таки левел-ап, красава. А, чуметь не встать. Короче, ребята, мега луткейс, поехали, открываем. Та-дам, и что мне выпало? Вау, какие-то непонятные штаны, ага. А у меня штанов как раз-таки и нету, офигенно, одеваемся. О, о, господи, что с ними не так-то? Какие-то они очень некрасивые, зато у меня офигенская теперь защита, что очень круто. И теперь я по-любому готов идти к дракону, мне знаете, что интересно? Обычные мобы от этого меча превращаются в ледышку. Сможет ли заледенеть дракон? Скоро узнаем, дорогие ребята. Но перед этим я себе сделаю новый шлем из чешии червяков, поехали. Дело в том, что у меня пока что всего лишь обычная пиратская шляпа, которая почти что абсолютно не защищает. Вау, какой он красивый, смотрите, круто. Я крутой, да. Какой я офигенский, только это похоже, как будто я какой-то петух. Кукареку, блин. Ну-ка, секундочку, а что, если сделать себе штанишки еще? Воу. Оу, да, смотрите, абсолютно другое дело. Правда, защиты у меня немного меньше теперь. Обидненько, ладненько. Давайте обратно оденем данные штанишки. И теперь, ооо, все. Теперь я могу смело говорить то, что я готов лететь на дракона. Погнали. А пока я лечу, дорогие друзья, бегом. Кто еще не поставил, ставьте лайкусики. Давай-давай, абсолютно с каждого по лайку. И, кстати, я уже прилетел, здорово. Ах, да, дорогие друзья, что это было? Подписываться ни в коем случае тоже не забывайте. Кстати, здорово, братан. Ты кто такая? Давай, до свидания, уходи, все. Вау, за мной уже летит дракон. Не надо, не надо, не надо, чувак. Не надо, говорю, уйди. Я сейчас сам на тебя нападу, окей? Давай, чтобы было покруче. Эй, ты готов ли превратиться в ледышку? Я думаю, готов. Получай, давай, вот так-то получилось. Еее. Вы только посмотрите, какая огромная глыба льда на мне идет теперь. Круто, круто, что сказать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратнее, пожалуйста, будьте молодой человек. Ой, а куда он делся? ЧЕГО, простите? Мой дракон куда-то подевался. Эм, это как вообще, скажите, пожалуйста. У вас было такое? У меня не было еще. Вроде бы НЛО я не вижу, поэтому инопланетяне точно этого не сделали. А кто это мог сделать тогда? Может быть пустынный червяк? Ну ладно, я не против, я просто-напросто возьму и облутаю себе немного золотишко. Хорошо. Дракон, ты это видишь, да? Не, не, а, он исчез же, точно. И уже какого-то фига наступает ночь. Как так быстро, я не пойму. Вау, я думал, это пирамида, это солнышко закатывается за землю. Странное словосочетание только что было. Я думаю, стоит лечь поспать. Аккуратненько и спокойненько лутаем гнездо. Замечательно, замечательно, е. Вроде бы все залутал, да? Агасики, хорошо. И теперь мне нужно кое-что интересное, а именно топор. Давайте его сделаем. Быренько крафтим топорчик себе, готово. И теперь можно спокойно ломать сундучелы. Поехали, раз, два и три и так далее, вы поняли. Потом я загляну в инвентарь и узнаю, что мне выпало. Очень надеюсь, что что-нибудь интересное. Давайте, все хорошо. Ну, знаете что, как-то это не густо, всего лишь один алмаз, капец. И все же, дорогие ребята, я не успокоюсь. Червяк, иди сюда, пожалуйста. Мне нужно тебя убить, а ну-ка подошел. Давай, 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 еще, еще, еще. Воу, 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 опасно. Все, я его завалил, а где мои яйца? Очень странно, ну ладно, где еще червяки? Вот он есть, ага, иди сюда, давай, давай, еще. Аккуратнее, червячок, все, хорошо, уйдите. Не понял, как так, а где мои яйца? Опять-таки, опять их нету. Я так не играю, дорогие друзья, и он куда-то исчез только, что тут был какой-то непонятный муравей-собиратель. Эй, чувак, я тебя хочу ударить, и вроде бы я его бью. А урона почему-то не наносится, как это так? Сделаем по-другому. На тебе, песок. Ломаем, и он здесь, да, он здесь. Что происходит? Короче, ребята, окей, опа, яйцо, прикол. Забираем, и по новой вылупляем себе червяка. Та-дам, здорово, братишка. Я очень надеюсь, что он точно уже не умрет, но правда верится с трудом. Такс, у меня есть немного нектара, попьем хорошо, восстановили себе сытость, здоровье и так далее, это приятно. Я с собой взял три факела, и знаете, куда я сейчас отправлюсь? Правильно, не знаете. Ща покажу, секундочку одну. Тара-та-та-ам, пирамида, я пошел вовнутрь, до свидания, а ну-ка, свали от меня, не надо так делать, нарваешься на меня, а? Я злой, убиваю всех. Слышь, да? Я сказал, я всех убиваю, вау, еще один, вау-вау-вау-вау, сколько многого здесь. Собираем вещи, получайте, до свидания, пока, все, фух. Какого фига здесь забыл скелет, я не понял. Короче, все, спускаемся вниз. Ну-ка, что интересного, вау, сколько книжек опять-таки, целых две штуки, классно. Соберем все это дело, а также раба-целителя, круто. Ну-ка, давайте на секунду ее оденем, посмотрим, вау, какой я красавец теперь, но ничего. Я все-таки продолжу носить данную броню, потому что она летает, это круче намного. Забираем шляпу, забираем изумрудики и все-все-все собираем, естественно, потому что, блин, тут все нужно, я не считаю гнилой плоти. Да ладно, еще одна раба ледяного мага, классненькая, а также книжечка заклинаний соберем, естественно. Кристальчики магические, всякие разные штуки, подводная ходьба 3, прикол, тоже соберем. Что у нас здесь? Ого, камон мегалут кейс, это я обожаю. Вот это я уже люблю. И вы только посмотрите, фалиант арканы, целых две штуки. Конечно же, все это мы с вами тоже собираем, а также седла и так далее, все это мне пригодится, естественно. И последний сундук, что у нас здесь? Еще дофига книжек, офигенно! О, боже мой, что мне выложить, давайте вот это и вот это и вот это даже, все. Друзья мои, все, я все собрал, до свидания. Заполняем очередной сундук, все готово. И что же, мегалут кейс, что же ты в себе хранишь? Давайте посмотрим, тадам, опа-на, вау, какой топор офигенский! Майнинг спид, серьезно, майнинг спид, то есть я могу копать камень себе или нет, или мне кажется, секундочку. Во, здесь есть камни, копаем, получается, не получается, господи. Значит, он просто рубит дерево, а сколько дамага у него, не понимаю. Ай, неважно, самое главное, то, что у меня теперь есть топор офигенский. Это просто чудесный топор. Вы только посмотрите на его дизайн, какой же он, блин, классный. Жалко, он маленький, конечно. Но ничего страшного, я переживу. И, ой, 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 какая красотища-то, вы только посмотрите. Красота, сила, смелость, грациозность, и все это в одном гиппогрифе. Как же, мать его, это круто. Все, ребята, я пошел искать кроликов себе. Честное слово, я без понятия, где мне этих кроликов искать, серьезно. Но, блин, они по-любому где-то должны быть, где-то в этом мире Майнкрафта. Опа-на, саванна, новый биом, по-моему, я еще здесь не был, да? Судя по мини-мапе, да, я только что в него залетел. Окейушки, я очень надеюсь, что где-то здесь кролики будут. Опачки, смотрите-ка, знакомое племя. Вау, аккуратнее, пожалуйста, будьте. Ну все, ребята, вам капец, получайте, до свидания, пока, наки, на. Че, убегаешь от меня, да? Не, нефиг, до свидания. Все, всех истребили, вроде бы как. А маску, маску я не получил. А, во, все, наконец-то, ура, у меня есть маска. Стопэ, секундочку, так это ж маска рыбака, да ладно вам. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, рыбак Тит Маус. Правда, сегодня я без удочки, я снова в деле, я снова перехватил Тит Маусскую голову. И теперь я у него в мыслях. Сегодня мы с вами не будем искать кроликов, а пойдем поищем рыбу себе. Я рыбак. Воу, 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 воу. А ну, рыбак, уходи отсюда. Нет, не уйду. Я тебе сказал, уйди. Нет, не-е-е-е. Всем привет, я снова здесь. Ну, кролики, пожалуйста, где вы? Даже овцы встречаются чаще уже. Они мне пять серий не могли встретиться, а кролики вообще не встречаются. Да, вы такие вот они офигевшие. Я каждый раз путаю данных голубей с кроликами, каждый раз просто. И вау, вы только посмотрите, розовый фламинго, какой же ты красивый. А так лапку-то поджал, ой-ой-ой-ой-ой. Элегантно, элегантно, да. Хэтэщ! Эй, кролики, вы где же? Я уже с ума начинаю сходить, пока у вас ищу. Понимаете, да? Возможно, они где-нибудь вот здесь, если их тут нету, нету болезни, грустно, печально, обидно. Вау, прямо по курсу огромный скелет огненного дракона, классно. А ну-ка, давайте разберём его хорошо. Какой это уровень пятый, офигеть, ай-яй-яй-яй. Секунду, ребята, всё, получается у меня есть два черепа дракона в пятой стадии, это круто. Давайте их поменяем, поставим вот здесь. Капец, какой огромный череп, жесть. И вот здесь, всё, пускай стоят. Охренеть, и он шевелился, или мне кажется? Что это было только что, не понимаю. Вот тут, ага, вот так вот, ага, вот так, ага, и вот так вот, ага. Всё, ребята, пускай стоят. И какого фига они шевелились, опять-таки, что за фигня происходит? Оу, ноу, опять утонул червяк, да сколько можно-то, а чё они тонут-то постоянно, а? Всё, расти. Мне многие пишут, что здесь есть какая-то самка драконов, я уже про это знаю, но как её найти, я без понятия. Вернее, я знаю, что она под землёй. Но, блин, искать-то это сложно, поэтому я ещё пока не знаю, когда я данную самку найду. Мне бы сейчас найти хотя бы кроликов и приручить гиппогрифа. И ёлки-палки, какая огромная деревня, капец, дорогие друзья. Опа, дракон, приветики, здорово, братан. Разбираем потихонечку его, давай, ещё, 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 хочу, ещё, 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 е-е-е-е-е. Какой это уровень третий, неплохо, в принципе, да уж. Кролики, ребята, кролики. Правда, всего лишь два, но кролики, наконец-то, братан, умри, спасибо. А где кролича лапка? Нету, ё-моё. Я вижу ещё одного, как же это офигенно, иди сюда, получай, е-е-е. Лапки, лапок нету, да блина. Ну, наконец-то, хотя бы я их нашёл. Ну-ка, а ещё есть? Есть, смотрите-ка, маленький. Два малявочки таких, ай, большие тоже, по-моему, есть, да? Это большие или маленькие? Это маленькие, ну ё-моё. Ну-ка, получи ещё один, умирай, молодец. Лапок у меня опять-таки нету, ну ёлки-палки. Опа, ещё, кролики, получайте, спасибо. Получайте, спасибо, это маленький был, блина. А ещё есть? Стоять не с места, получи, давай ещё. Во, убил, наконец-то, лапка выпала, лапка не выпала. Я уже не знаю, сколько я их переубивал. Ни одной лапки просто, ни одной. Опа-на, очередная цель. Всё, ребята, мне нужны лапки, просто лапки, и всё. Давай, 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 ну пожалуйста, не убегай от меня. Я сказал, получай, и лапа мне не выпала. Какая красивая шахта большая, вы только посмотрите на это. Вот это я уже понимаю красоты Майнкрафта. И кого я вижу в деревне, вы это видели? Секундочку, секундочку, мне показалось или нет? Да, ребята, это же голем, а ну получи, до свидания. Ай-яй-яй, стой-стой-стой-стой, давай убью тебя, бню. Ну почти, что, давай ещё, всё, убили. Я без понятия, зачем я его хотел убить, но да ладно. Ребяточки, новенький план, садимся на лошадь. Вау, что это за война такая, вы это видите? Офигеть, я просто сажусь на лошадь, до свидания. Короче, дорогие друзья, план таков, я просто беру и ищу себе кроликов с помощью лошадки. И я их уже только что нашёл, офигеть. И лошадка, ты куда ускакала-то, я не понял, блин. Ладно, самое главное то, что я нашёл себе кролей, получай. Мне нужны просто лапки и лапок нету опять, ну конечно же. По-другому и быть не могло, естественно. Неа, получай, лапок нету, сколько можно. Спустя некоторое время ещё одни кролики, лапа мне опять-таки не выпадает. Пока я ищу кроликов, кто-то берёт и издевается над трупом дракона. И походу они его отталкивают в воду, серьёзно что ли? А я тем временем нахожусь уже в новой пустыне. Надеюсь, что здесь будут кролики и я убью их нормально и получу лапки себе, пожалуйста. Ну сколько надо их убить, чтобы эту лапку получить? Давай, оп, ага, не-не, ммм. И смотрите, снова какая-то странная непонятная бойня. Чё-то их много как-то стало, и там тоже бойня, и там бойня, везде бойни. Опа-на, ещё один большой кролик, иди сюда. И получай, лапка не лапка, блина. На, нету лапки. Ребята, я уже не знаю, сколько раз я это записываю, серьёзно, это просто капец. Каждый раз получается одно и то же. Ищу кролика, убивая его и результата никакого. Лапок, всё, нету и нету. Иди-ка сюда, давай. И наконец-то выпала лапка спустя. Я не знаю, сколько убийств. Я уже не верил, что она мне хоть когда-то выпадет, блин. Фух, капец полный. Кстати, по-моему, я нашёл других кроликов. Да, это лесные кролики, прикиньте. А ну-ка, получи, до свидания, ещё умри, пожалуйста. И лапка не выпала на этот раз, ну не важно. Ребяточки, я вижу наконец-таки гиппогрифа. Пожалуйста, братан, съешь мои лапки кроличьи. Как я их долго добывал, я так устал. У меня уже 3 часа ночи в реальной жизни, братан. Приятного аппетита. Куда ты полетел? Ну куда он улетает, я не понимаю. Ребята, чтоб вы знали, мне уже стучится соседка через стенку. И это просто, я не знаю, что делать, серьёзно. Как записывать дальше, я без понятия. Но вроде бы он летит ко мне, или нет, секундочку. Чувак, на тебе лапки кроличьи. Гиппогриф, а ну-ка иди сюда. Ты должен их просто-напросто съесть, и всё. Возможно, это делается как-то не так. Я не знаю, ребята, реально. О, посмотрите, я ещё и пирамиду нашёл. Нормальненько. На, братан, братан, держи. Просто возьми, просто съешь их. Давай. На, вот, я тебя кормлю. О, молодец, скушал одну вроде бы как. Да-да, и улетел. Серьёзно, что ли, сейчас? Ладненько, ребята, не отстаём. Всё хорошо. Всё замечательно. Самое главное, от него не отставать. Ну-ка, а если с этим попробовать? Милейшее создание. Возьмите эту кроличью лапку. Я даже поклонюсь вам. Воу, 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 тише. А ну, возьми. Во, молодец, только не улетай. Ну, ещё одну возьми. Самое главное, не улети. Я тебя прошу. Давай, 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 кушай. Приятного аппетита тебе и... Фух. Пожалуйста, скажи, что ты при... Пожалуйста, скажи, что ты приручился, чувак. Я тебя умоляю, я тебя прошу. Прирученный, да ладно? О, боже мой, ребята. Я не знаю, я на эту серию убил. Часа три, это точно. Соседка стучится сверху, и я уже реально не знаю, что делать. Надо заканчивать её. Спасибо вам огромное за просмотр, что досмотрели её. Вы бы знали, как она мне тяжело далась. Это максимально. Это, по-моему, самая тяжёлая серия за всю мою жизнь. И, ребята, там дракон. Самое главное, чтобы данного грифона он не убил. Пожалуйста, всё, ребята, мы полетели. Мы полетели до дома. Господи, что я несу? Какого грифона? Гиппогрифа. Капец, дорогие ребята, как же офигенно лететь на этом гиппогрифе. Я не знаю, это очень круто. Это такой кайф. Особенно, когда ты добивался этого примерно часа три или даже, возможно, четыре. Я не знаю, у меня уже полчетвёртого утра, ребята. Записываю я серию с десяти. Это получается ещё больше четырёх часов. Честно, ребята, я просто не представлял, когда я данную серию запишу. Я думал, что я просижу ещё часа четыре-пять. Но, дорогие ребята, я точно знал, что если я гиппогрифа не приручу, то я эту серию не закончу ни в коем случае. Всё, можно потихоньку спускаться. Здорово, всё отлично. Я надеюсь, данный червяк моего гиппогрифа не будет трогать. Очень на это надеюсь, реально. И гиппогриф, давай ты, пожалуй, сядешь, наверное, да? Вот, как тебя посадить, я не знаю. И что вообще на тебя можно надеть? Господи, куда он убегает? Он кушает куриц, серьёзно? Лол, прикол. Братан, я хочу тебя как-то посадить. Просто возьми и сядь, пожалуйста, чувак. И гиппогриф, давай-ка потихоньку приземляйся на землю. Молочинка, всё. Он сел, он не сел. А как сделать, чтобы он сел, я не знаю. О, Аня не садится, ну ё-моё. Болин, постоянно он куда-нибудь дошастает. Как это сделать, чтобы он не шастал-то, ёлки-палки? Реально, не знаю. Короче говоря, дорогие ребята, ваши подсказки в комментариях сейчас просто необходимы. Поэтому, если вы знаете что-нибудь про гиппогрифов, то, пожалуйста, я вас прошу, напишите мне об этом, окейшки? Все комментарии читаю и почти что все комментарии лайкаю. Поэтому давайте. Ещё раз всем вам огромное спасибо за просмотр. А вот это стучит соседка. И я не знаю, ребят, как серию заканчивать. Ладно, буду заканчивать её более-менее тихо. Патитмаусовской традиции задание для досмотревших. В комментариях напишите слово «Гиппогриф». Посмотрим, сколько вас. И, блин, это так странно комментировать тихо, ребята. Но я ничего с этим поделать не могу. Короче, плевать на соседку. Ещё раз всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока. Поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, соседка меня простит. Фух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова